Дружко, коровай крае, дружко, коровай крае. Улыбкой ясную природа сквозь сон встречает утро года. Синее блещут небеса, еще прозрачные леса как будто пухом зеленеют. Синее блещут небеса, еще прозрачные леса как будто пухом зеленеют. Синее блещут небеса, еще прозрачные леса как будто пухом зеленеют. Синее блещут небеса, еще прозрачные леса как будто пухом зеленеют. Звонкая копель Монлотамще – республиканский фестиваль детских фольклорных коллективов. Его название Монлотамще – символ возрождения национальных культур народов Татарстана. Чтобы в народной традиции вдохнуть новую жизнь, фестиваль было решено проводить по всей республике. Вот и в этом году он сменил свою прописку, и его участники познакомились с радушием и красотой Буинского района. Фестиваль в шестой раз собрал детей, увлеченных культурой своего народа. Базар кишки, бай ашады, плет кэкерды, бал ашады, хапта хап, ау замы емапты. Ай, бирус суген. Кызлар, бізден сіздің білеу не гинды. Эй, бумалайлар, бұры жарыгы нау не білмәді. Не гинды. Шэнштэн, тартымаса қыз? Йо, гинды. Эміле, әші месегес. Хоя, гинды. Хар білуызна ойшымна, кумбағыш, салып шықса қыз. Кумбағыш, салып шықса қыз, кумбағыш, салып шықса қыз, кумбағыш, салып шықса қыз. Салып шықса қыз, кумбағыш, салып шықса қыз. Чтобы в народные традиции вдохнуть новую жизнь, фестиваль было решено проводить по всей республике. Вот и в этом году он сменил свою прописку, и его участники познакомились с радушием и красотой Буинского района. Фестиваль в шестой раз собрал детей, увлеченных культурой своего народа. Коллективов с каждым годом стало больше. То есть нас радует то, что практически во многих, не скажем, что во всех национальных сельских селениях, в национальных домах культуры, в клубах, где проживает коренное население, фольклорные коллективы есть. Мы не можем детские, хотя во многих есть фольклорные коллективы, но в процентном соотношении, даже количественно, появилось очень много детских фольклорных коллективов. И что касается содержательной части, нас радует то, что ребятам интересна и обрядовая культура своего народа, ребятам интересна детская фольклорная составляющая, которая в какой-то степени уже ушла, но тем не менее ребятам это интересно, они с удовольствием играют. Транслировать культурный код народов Татарстана через маленьких представителей национальностей. Русские, татарские, чувашские, удмуртские, мордовские, марийские и кряшинские коллективы показали свои обряды, традиции, песни, пляски своих народов. Нам очень приятно увидеть в составе коллектива сейчас юношей, мальчиков, которых сложновато в какой-то степени было притягивать, а сейчас мы видим, что это некий большой интерес есть. Ну это, видимо, благодаря тому, что, во-первых, у нас очень много фольклорных фестивалей, у нас проводятся национальные праздники. Мы в рамках вот из «Звонкой капели» вырос еще один фестиваль, он называется «Эйленд Эйленд». То есть это фестиваль детской традиционной игровой культуры, и подотожим, любимую долю участников составляет фольклорные коллективы детские, которые являются главными модераторами детских площадок на наших республиканских праздниках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Некоторые из этих ребят еще только приоткрыли для себя завесу тайны народного творчества. Но с каким вдохновением и любовью они исполняют родные напевы? Изучением фольклора на протяжении всей своей жизни занимался Баки Урманче, выдающийся деятель татарской культуры, народный художник России и Татарстана, уроженец деревни Куль-Черкине, ныне Черки-Гришина, Буинского района республики. Субтитры создавал DimaTorzok Урманче родился 23 февраля 1898 года в деревне Кучеркин, ныне Буинского района, и прожил большую плодотворную жизнь. Черки-Гришинская средняя школа построена в 1972 году на фундаменте дома семьи Урманче. Они все будут знать, где находится, во-первых, Буинский район, как он из себя выглядит, вообще что там есть. Ребята сегодня посетят все Буинский краеведческий музей. Это тоже очень интересно, потому что любой краеведческий музей — это и быт исторический, это выдающиеся личности, это флора и фауна, это артефакты, которые вот на территории данного муниципального района были найдены. Они увидят, что именно эта земля — земля талантов. Очень много талантов чувашской национальности представлены. Они именно отсюда вышли. Естественно, это родина Бакли-Араб. Еще других-других выдающихся татарских просветителей. Игра — это самая естественная среда для ребенка. Это возможность выучить родной язык и культуру своего народа. Мы видим, что ребята с удовольствием играют. Причем играют сами. Они научились привлекать вот в эту игровую среду своих сверстников, потому что современные ребята, они сами самостоятельно вот в эту игровую культуру уже не вовлекаются, потому что среда поменялась. А вот когда их кто-то кто-то организовывает, вот та социализация, которая заложена в самой игровой культуре, она тут же начинает делать свое дело. То есть ребята с удовольствием играют. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 КОНЕЦ 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 Игра – естественная среда для ребенка. Игра – это мир ребенка, а игрушки – кирпичики этого мира. Это, например, филимоновский петух. И народная игрушка – та самая связующая нить, которая способна возродить интерес к своей культуре. Мы представляем на данном фестивале детскую школу искусств номер один города Буинска. На занятиях по прикладной композиции дети в нашей школе занимаются различными видами прикладного творчества. То есть расписывают доски. Вот здесь представлены различные виды росписи. Это городецкая роспись, в частности. Богатая яркими красками, то есть в городецкой роспись используются все цвета радуги. Пермогорская роспись. Вот здесь представлена композиция, которая напоминает солнце. Затем дети занимаются изготовлением различных сувениров. Вот здесь представлены лошадки, выполненные из жгута. То есть это такая суровая нить, при помощи которой на каркас из проволоки наматывается вот эта нить и украшается различной тесьмой. В этом фестивале приняли участие коллективы из Рыбно-Слободского, Тукаевского, Заинского, Кукморского, Селенодорского, Удмуртского, Тетюшского районов и многих других уголков Татарстана. ПЕСНЯ 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 Аминь, ой, диван! 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 Аминь, ой, диван!